Условия, да, что мы перед тем, как выступить, да, рассказываем анекдоты. Ну, у меня тоже их есть. Значит, мужчина поймал золотую рыбку, рыбка просит отпусти. Мужик говорит, ага, сейчас, ты желание исполнишь, потом отпуск. Она говорит, мужик, сейчас кризис, если я одно выполню, сама буду в экстазе. Он говорит, ну, давай одно. Я живу в Москве, а дача у меня на Канарах, а самолетов я боюсь, рыбка. Поэтому на даче бываю редко. Мне нужна широкополосная бетонная дорога от Москвы до Канар. Она говорит, ты что, болеешь, мужик? Я сказал, экономических не задавать. Давай реально, давай реально. Я очень люблю женщин и рыбка. За жизнь у меня их было немало. Я все-все-все для них делал, но они меня всегда первыми покидали. Помоги мне понять женскую логику. В общем, так, мужик, ты бетонку до Канар хотел в четыре полосы или в шесть? Спасибо. Дедушка лет девяностого приходит к врачу. Врач говорит, отец, проблема. Говорит, да нет, сынок, пришел ТО сделать, технический осмотр. Жена просто послала ей 23 года, она молодая, я ей отказать не могу. Он говорит, да ладно, 23 года жене. Он говорит, не то, что там 23. Он говорит, забеременела от меня, маленького ждем. Дедушка еще. Он говорит, присядьте, отец, меньше пены, меньше пены. Я вам историю расскажу. Вы знаете, у меня друг охотник, он не пропустил ни одного сезона. И они с ребятами поехали на кабанов. Ну, выпили перед охотой, охотятся завтра, сидят в палатке, отдыхают. Вдруг забегает в палатку один охотник. Говорит, ребята, кабаны первыми атакуют. Пошли на палатку, косяк идет прямо на нас. Они говорят, сейчас встретим. Берут ружья, говорят, сейчас. Значит, выбегают, значит, на улицу. А, говорит, мой друг выпил больше всех. Схватил зонтик, выбегает с зонтиком. И на него, говорит, хряк, самый главный, идет просто землю роет. Дед говорит, и что, что? Он говорит, да ничего, он же опытный охотник. Вскинул зонтик, прицелился, нажал кнопку. Дед говорит, и что? Ну, что, что? Кабан замертво. Дед говорит, да не может этого быть. Ну, это кто-то другой выстрелил. Врач. Так вот и я о том же, дедушка. Сергей Давлатов в свое время сказал, юмор это улыбка разума. И приятно, что разум нам улыбается практически каждое мгновение жизни. Надо просто вовремя это мгновение остановить. Вот ко мне приехал один знакомый из Финляндии, журналист. Мы с этим Финном заходим в гости к моему другу Саше. Был какой-то праздник, и вся семья, лежа на диване, боком смотрит телевизор. Телевизор стоит вертикально. Я говорю, Саш, ты хоть мне-то объясни, в чем дело, чтобы я иностранцу что-то мог сказать. Он говорит, да понимаешь, дедушка нечаянно столкнул телевизор, ему уже лет 80. Я говорю, дедушке, да и дедушке телевизор. Вот столкнул его, и когда поставили, он, зараза, горизонтально не показывает, только вертикально. И поэтому приходится вот в такой позе. Финн говорит, а ремонтировать не пробовали? Саша говорит, да зачем, он же показывает. У нас много таких вещей бывает необъяснимых. Мы понимаем, что происходит, да, но объяснений нет. Я думаю, в каждом городе утром можно наблюдать такую картину, да. Автобус набит уже под завязку пассажирами, уже отъезжает, уже надо трогаться. И обязательно находится мужик, который держится за поручень, не отпускает и докуривает. Все говорят, да поехали сейчас, пацаник, когда скурил, без затяжки сделаешь. Он сейчас, без затяжки такая, новая сигарета, без затяжки сделаешь. Да поехали, да сейчас, он без страха, как последний раз, он эту сигарету, все, все, поехали. И он выбрасывает, садится в автобус, дверь закрывается, и только в автобусе он выдыхает. Иностранец говорит, кстати, у вас хорошие традиции в плане застолья. Я говорю, помнишь, мы ездили к дедушке твоего друга, а у меня друг живет в Германии, и лет 15 не был уже в России. И он решил деда проведать, пока дед жив. А дед живет в глухой деревне. Я говорю, возьми нас прицепом, ко мне приехал иностранец, пусть посмотрит, как Россия живет. Он говорит, с удовольствием. И вот мы все приехали в эту глухую деревню. Дед созывает всех, говорит, давай, ребят, внук приехал, накрывай столы, неси у кого что есть. Все принесли, все, что было в деревне, все, вот такие бутылки самогонов, все там больше, чем людей, закуски, всего, все. И дед первый тост. Ребята, наполняем каждый по полной кружке. А там пьют кружками металлическими. Первую до дна, кто не выпьет, лично буду контролировать. Ну, все наполнили кружки, значит, встали, да, все. И тут вдруг внук говорит фразу, дед, а я уже лет 10 как не пью. И вот такая же нехорошая пауза зависла. Дед тоже ставит кружку, говорит, зачем приехал? Но мы не только градус, который в спирту, в напитках, тестируем на прочность, мы и температурный градус тоже мы его испытываем. Я закрывал в этом году летний сезон в Лазаревском, и был уже октябрь, у меня концерт был уже в октябре, и все сидели уже в кофточках, в свитерах. Я говорю, люди, ну, удается хоть разок искупнуться, и вдруг такой голос задних рядов. Мы родом из Сибири, нам лишь бы на море льда не было. Но мы действительно температурный градус, мы его выдерживаем легко, мы северный народ, и мы его еще и испытываем. Я был в Карловых Варах, и смотрю, народ потянулся на процедуру, которая называется креотерапия. Если кто не в курсе, я скажу, там капсула, в капсуле минус 160 градусов мороза, и вот ты туда в эту капсулу заходишь на 15 секунд, 20 секунд, и от такого холода организм в шоке, и начинает вырабатывать защитные реакции. Даже те защитные реакции, которые до этого как бы не работали, все начинает суетиться, организм защищается от такого холода. Ну, все пошли, стадное чувство, я думаю, надо и себе сходить. А надо сказать, что процедура все-таки гуманная, не все морозит, выдают войлочные трусики. Тапочки тоже войлочные, ну чтоб, как говорят, ласты не склеил. Вот и голова на улице, да, и медсестра смотрит по глазам, как ты здесь, или уже заморозки полностью начались. Ну, я туда тоже иду, а внутренний голос говорит, тебе туда не надо. Я говорю, все оплачено уже. Он говорит, я тебя предупредил. Ну, я прихожу, ну, честно скажу, как-то неохота особо раздеваться, потому что знаешь, что там такой морозец. И смотрю, оттуда мужичок выходит, недовольный, одевается. Я говорю, мужчина, как там? Он говорит, не спрашивайте ничего. Я говорю, мужчина, в двух словах. Я сказал, не спрашивайте, нет желания общаться после этого. Я говорю, ну, пожалуйста, ну, в двух словах, скажите, как там? Он говорит, ну, в двух словах очень дорого. Он говорит, я сам родом из Уренгоя. У меня выйди на балкон в трусах, покури, такой же эффект, только бесплатно. Иностранец говорит, кстати, а почему ваши многие люди зимой на ночь снимают аккумулятор из машины, да, и уносят домой? Я говорю, ну, бывают такие морозы, что если не снимешь, утром и не заведешься. А бывают такие районы, что даже летом надо снимать самому. Потому что если сам не снимешь, то надо тебя с удовольствием это сделать другие. У меня друг, он купил новый аккумулятор, поездил, довольный, на ночь не снимает, на сигналку поставил, и домой. Утром выходит, никаких признаков жизни. Открывает капот, аккумулятора нет. Но он расстроился, вот, купил новый, поездил, на ночь уже более сговорчивый. Снимает аккумулятор домой и кладет плакат на капот. Аккумулятора в машине нет, и восклицательный знак. Утром возвращается тот же плакат на капоте и приписка. Раз у тебя аккумулятора нет, тебе и колеса не нужны. Когда иностранец уезжал домой, он попрощался со мной словами из Марка Твена. Знаешь, когда вспоминаешь, что все мы немножко ненормальные, все странности из жизни уходят, и жизнь становится абсолютно привычной. Я попрощался словами из Эразма Роттердамского. Именно неординарные поступки людей делают жизнь более веселой и сплачивают общество воедино. Хочется верить, что после этого монолога мы с вами хоть чуть-чуть, но стали ближе. АПЛОДИСМЕНТЫ